В 1751 стационарный избирательный участок будет работать в Самарской области в дни голосования. 6-7-8 сентября жители региона выберут губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов в представительные органы власти. О том, как налажен избирательный механизм в Самарской области в преддверии голосования, какие изменения в избирательном законодательстве произошли и на что следует обратить внимание всем участникам избирательного процесса, говорили на заседании экспертного круглого стола. В регионе продолжает работать механизм «мобильный избиратель». 1741 человек уже выбрали удобный для себя участок для голосования. Для этого всего лишь нужно своевременно подать заявление о голосовании, о включении в список избирателей по месту нахождения, а это можно уже сделать с 22 июля. И прием таких заявлений продолжится до 2 сентября. Сейчас это можно сделать через территориальную избирательную комиссию, через МФЦ, через госуслуги. Для удобства участников избирательного процесса запущен информационный цифровой сервис «Телеграм-бот о выборах в регионе». Он был разработан в 2023 году представителями молодежной избирательной комиссии области. Функционал «Телеграм-бота» сам построен на линейном алгоритме. То есть бот отвечает на вопросы избирателя наиболее популярные, скажем так. Верно, то есть это где проголосовать, как проголосовать, когда проголосовать, кто представлен кандидатами на данные избирательной кампании. Далее он помогает также не только избирателям, но и наблюдателям, и организаторам выборов отвечать на их вопросы. В активную фазу вошел процесс обучения общественных наблюдателей. Почти каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен надзором со стороны активных неравнодушных людей. Их цель – следить за соблюдением закона в ходе голосования. У каждого общественного наблюдателя будет рабочий блокнот, подсказка, где будут описаны те процедуры, которым необходимо выполнить. Это так называемый «золотой стандарт» общественного наблюдения, который разработан на федеральном уровне и который успешно используются многие избирательные кампании. Формирование пулу наблюдателей продолжается. Ответственный за набор и обучение наблюдателей – общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина – события. Редактор субтитров А.Семкин